всем привет дорогие друзья с вами может и это вторая часть посвященная гайдам варк survival evolved в сегодняшней серии мы поговорим о десяти местах которые по моему сугубо моему мнению являются довольно таки скрытными и которых вы могли не знать но даже если вы о них знали эти места являются хорошими для того чтобы там строится но сразу скажу что эти места не все из этих мест пригодны для новичка то есть для некоторых нужно немножко подразвиться поэтому поехали начнем самых-самых-самых банальных и закончим одними из самых сложных мест поехали 10 место занимает у нас вот данная часть локации почему она стала на 10 место да потому что очень многие новички любят строиться там где они зареспавнились у берегов и чаще всего их там и рейдят данное место раньше было весьма незаметным правда сейчас его наверное знает каждый второй игрок варк survival evolved но почему все-таки его выделил если это великое дерево не срубать как вы видите у него растут такие вот большие ветви во все стороны и листья с лианами в принципе если если вам уж совсем не в терпёж и хочется строиться у берега можно построиться может построить маленький дом здесь можно просто построить лачугу вот тут главное ребята не вырубайте дерево потому что многие игроки не пролетают это место а просто смотрит стоит ли это дерево если она не стоит значит тут есть постройка если дерево стоит он тут играет либо новичок и адекватные игроки пройдут мимо ну либо тут никого нет поэтому 10 место занимает координата 55 на 14 9 место я решил сделать более обширным под одним словом лес да если вы новичок и хотите построить построиться у берега не считая 10 место я вам скажу нет и покажу одно из более таких хороших мест которые тестировал на одном из агрессивных серверов где просто моментальные рейды всех подряд новичков отширяют клетки и это место дало мне наверно около двух дней покоя конечно же потом меня зарейдили по моим же ошибкам в общем мы идем по берегу по координатам 47 на 20 например тут увидим водопад мы должны подняться с любой сторон неважно уходим до водопада и тем самым продвигаемся вглубь вглубь леса идиом 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 идем до тех пор пока мы не выходим примерно так учета труба у нас находится вот вот до этой низины то есть как видите вот здесь вот ровная поверхность и если ребята если вы не будете порубать деревья вот здесь вот кам камни вот здесь вот подпором построитесь вы вот за камнем вот поставить два фундамента маленькую нычку сделаете и также вот домик в принципе у вас буквально первое время не зарейт однако если вы переживаете за свои ресурсы около вас есть надежный помощник продвигайтесь еще вперед и у нас тут находится водопад именно сюда стоит положить ящик с ресурсами вот сюда вот здесь его никто не найдет поэтому седьмое место у нас занимает вот этот водопад здесь можно неплохо построить первоначальные как бы базу вы не построите конечно но ресурсы не сможет и неплохо тут попрятать свои ресурсики тем самым вы не будете бояться то что вот у нас за рейдинг сберут все ресурсы да сломают дом убьют пару дудо трайка но ваши ресурсы будут целы поэтому я считаю что эти два места заслуживают своих позиций надеюсь до этого я не оговорился по поводу водопада то было восьмое место а это седьмое место еще один водопад тот самый который мы пролетали перед тем как найти девятое место мы прыгаем вниз и заходим под водопад здесь мы спокойно ставим пилар то есть стол поднимаем его и можем держать один этаж под водой и один этаж над водой даже тут побольше но почему это место вроде такой тайная за водопадом но занимается лишь седьмое потому что новичка маленькая тут вы далеко не разовьетесь на может выйти в металл но вы тут даже не построите нормальные смитти там фабрикатор ему фабрикатор не поставить смитти можно поэтому вот этот водопад занимает седьмое место по тайности мест шестое место оно весьма необычное и очень странное само по себе это дом на дереве по моему личному опыту и всему прочему я могу сказать смело о том что дом на дереве является вроде как и открытым местом что ты видишь вот я вижу платформу вижу дом но я ни разу то она была пару раз видел как ради такие дома в основном все игроки бьют только по наземным то есть структура то есть когда стоит на земле и вне секвойки очень редко ломают такие дома потом в принципе сделать деревянную платформу а уж ребята металлическую и поставить на ней дом в принципе это вам неплохо обеспечит так во первых древесным соком во вторых маскировкой но это место является более открытым и на супер агрессивных серверах она не прокатит ну либо все деревья уже будут застроены однако вот на серверах после вайпа или что-то еще это это место будет весьма удачным опять-таки если вам нравится строится на дереве внимание ребята пятое место занимает локация между секвойкой и и чем у нас тут так сказать тремя горами сидянкой вулканом и обычной металлической в общем координат этого места 49 на 61 с половиной в чем плюс этого места есть проход с воды есть проход секвойки есть выход как строится вот здесь мы защищаем ставим пилары делаем также либо подводный этаж либо сразу наверху 1 2 этаж я бы сразу большие дома не делал но это реально тайное место я тут ни разу не надо один раз вроде видео строили базу и многие игроки просто ну вот летят такие ну и парит в общем поэтому как по мне это место весьма хорошие построиться здесь можно очень даже хорошо но опять-таки до турелей если хотите развиваться плотника с турелями то советую потом отсюда переехать тому что это дерево будет вам сильно сильно мешаться поэтому данное место занимает пятую позицию списке рейтингов у нас четвертое место друзья занимает у нас обширное обширное сооружение которое называется плот да именно этот банальный плот поможет вам выжать больше большую часть дней если вы поставите мат маленький но хорошо хорошо построенный плот и просто перед выходом из игры либо приручите себе дельфина и поставите плот у края карты у середины карты то в принципе вы можете неплохо так делать вылазки дельфине подплыл сделал что надо обратно погрузил то это толку но это очень-очень безопасно большинство рейдеров не летает над водой по крайней мере не так скоро то есть у вас будет мне кажется минимум неделя по моему опыту недели дней пять а то и больше бывает такое что из-за месте находит постройку потому что тупо принципиально не ищут не знаю то что существует и так далее поэтому плот всегда был оптимальным вот если вы кому-то насолили то да вас найдут потому что под все таки море ребята чекают но если вы спокойно играете плот поможет вам неплохо развиться ребята поэтому четвертое место именно у него а вот ребята и заветное третье место находится она по координатам 27 на 42 находится между по локации между как вы видите снежной горой с обелиском и второй снежной горой то есть это третий водопад по счету и собственно вот сама нычка она весьма маленькая но почему же она занимает третье место где тут принципе ничего не построишь ответ прост здесь можно ставить хорошую нычку вот тут внизу если срубить камешек вот думаю вы видите его там ставят спокойненько сейф эта нычка является весьма крутой то есть если вы ведете ведете какую-то войну ставите там сейф и я не думаю что его очень быстро найдут поэтому тут можно поместить как вы понимаете 150 слотов как минимум ну либо сделать себе небольшую тут нычку с кроватью с птером даже можно поставить так что это место весьма весьма необычное и крутое но все лишь третье место что же она занимает второе первое место ребята я не знаю потому что оба этих местой как бы по мне занимают первое они весьма тайны и я ни разу не видел чтобы там кто-то строился кроме одного но всего лишь один раз видел поэтому сейчас я вам их покажу а собственно можно прицепить даже не отключать вот вот третье место наше 2 водопад мы плане идем и идем к первому водопаду это и есть то самое место сейчас мы узнаем построился ли там кто-нибудь сюда очень мало кто заходит потому что но никому не нужен этот зимний пиом кроме как полимер либо от поймут спрятаться ребята вот она вот это замечательное место ставите сюда что хотите кучу турели у тут поставили и все вас не зарейдят так просто ну и тем более не то что не зарейдят вас могут даже и толком не найти поэтому я бы отдал наверное это под первое место но она не такое хорошо защищенное поэтому смотрим настоящее первое место которому я отдам самый главный приз а вот и первое заветное местечко синий обелеск гора кто-то думается из обычных новичков строится вот именно здесь тут находится одно из досье поэтому он тут можно будет кстати собрать по давай берем гигант эпитек и как видите его уже взял до этого в чем плюс этого места обширное пространство можно большую базу себе выдвинуть и проход сверху проход спереди ставите турели с органикой на крыше турели спереди и в принципе у нас будет тяжелее заранее чем в той пещере в разы тяжелее и тут огромный огромный приток металла и кристаллов с обсидиана потому что вы находитесь непременно над под этой гору точнее в центре горы даже даже спавнится металл ребята вот такие вот 10 мест которые я выделил по личному опыту конечно же есть еще положим много различных мест которые бы делили делили там 5 6 7 места и так далее но они все похожи они все находятся поэтому я надеюсь что хоть хоть кому-то хотя бы одному человеку это видео поможет поэтому ребята спасибо большое за просмотр если вам понравилось то ставьте лайки комментируйте а также подписывайтесь на мой канал на паблик контакте с вами был может и всем пока друзья удачи в следующих видео и гайдах по арк